Это Тункинская долина, жемчужина в ожерелье Республики Бурятия. Она славится своими целебными источниками прекрасной природы, ну и, конечно же, людьми с добрым сердцем. Одна из таких светлых людей – Ирина Антагарова. После 15 лет работы в банке она вернулась на родину, в Улус-Хангодеры, и с головой ушла в бизнес, начала изготавливать обувь из войлока. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас такие классные кроссовки. Расскажите, из чего они и как вы их изготавливаете? Это натуральная шерсть, ну это немецкая шерсть, и из шерсти этой валяю вот такие вот сапоги. Идея к созданию необычной обуви пришла к Ирине после субботника в Улусе, когда среди груды мусора она обнаружила тюки шерсти. Оказывается, люди просто выбрасывают шерсть. Я об этом не знала, да. Выбрасывают, либо сжигают ее. Я начала искать методы, как можно применить шерсть. Ну а здесь сушится овечья шерсть. Именно с сушки начинается процесс войлоковаляния. Как он происходит? Сейчас обо всем расскажем поподробнее. Вот эта вот вонючая грязная шерсть превращается вот в такие симпатичные вещи. Изначально мы выбьем из нее мусор. Мусор выбьем, затем постираем на один раз и уже начнем прочесывать. Прочесать шерсть можно и на картере. Это устройство в пять раз быстрее рук мастера. На нем может работать даже новичок. Мы все правильно делаем? Да, да, да. Все верно. Далее идет процесс притирки. Шерсть выкладывается на шаблон, поливается водой и обрабатывается мылом. Технология та же, что была тысячелетия назад. Мыло хозяйственное, шерсть, вода, руки. Все. Да, и то есть вот этот вот процесс, он достаточно трудоемкий. Мы снимаем, это получается обычный валенок. А как из обычного валенка сделать вот такую прекрасную, модную, я бы сказала, обувь? Обычный валенок мы пришиваем потом к подошве. Сейчас, благодаря соцподдержке, я получила возможность купить качественную подошву и купить качественную шерсть. На средства от господдержки Ирина приобрела и юрту, место, где она будет творить. А это первая работа мастера. Над ней она трудилась целых три дня. Именно с этой обуви началось целое производство обуви из войлока. В планах у мастера продвигать свой товар и на запад. Девушка уверена, именно там он будет востребован. А пока обувью из войлока наслаждаются близкие Ирины. Расскажи, как тебе обувь, которую мама изготовила? Она такая мягкая, классная. Теплая и удобная. Сколько ты носишь уже? Долго? Год, полгода, наверное. Поменяешь на «Адидасовские» кроссовки? Нет. А на «Найковские»? Нет. Молодец. С начала года Тункинский район получил 6 миллионов рублей на государственную социальную помощь. Самое популярное направление – открытие собственного дела. Для нас сразу их бизнес-планы показались необычными, которые для развития района, туризма, очень многое влаживается. Они будут востребованы в нашей долине. Всего в Тунке заключено 45 социальных контрактов. В том числе жители получили деньги на развитие личного подсобного хозяйства «Поиск работы». Инна Изыхеева, Ренчин Павлов, телекомпания АТВ.